Не бойся нас! Так из пары сотни частных домов мы все называли поселком. Такой вот поселок внутри города. Вот и поведение жителей нашего микрорайона мало чем отличалось от поведения жителей деревень и сел. Суеверия, вера в сверхъестественные потусторонние силы прочно обосновались в нашей повседневной жизни. Верили мы или не верили в приметы, но на всякий случай делали так, как предписано поступать в таких случаях народам. Нам не трудно, а так чем черт не шутит, может и впрямь беду от себя отвели. Вот и когда в квартиру переезжали, мама выполнила ритуал и позвала нашего домового с собой. А в том, что он у нас был, никто даже не сомневался. И домовой у нас был просто замечательный. За порядком в доме смотрел и о доме заботился. В чем проявлялась его забота, это уже другая история. Когда-нибудь я вам ее поведаю, а сейчас скажу, что нам он никогда ничего плохого не делал. А вот посторонние у нас ночевать отказывались, боялись. Даже бабушка, папина мама, однажды переночевав у нас заявила, что никогда больше с ночевка не останется. Всю ночь, говорит, на грудь кто-то давил и спать не давал. Так вот и переехали мы в новую квартиру со своим домовым. Да вот квартира-то нам досталась тоже не пустая. Был уже у нее свой жилец. Но это мы поняли гораздо позже, прожив в квартире не меньше полугода. А поначалу все на шалости нашего домового списывали. Думали, никак прижиться не может на новом месте. Вот и пакостит. Правда, разговоры соседей были несколько подозрительными. В первое время часто они интересовались у нас, как нам живется на новом месте, не мешает ли кто. Мы думали, они у нас спрашивают, мол, не мешает ли нам шум от соседей. Стены-то, тонкие панели. Но позднее одна из соседок маме рассказала, что квартира эта считается нехорошей. До нас в этой квартире жила семья врача, и совсем им покоя не было. По ночам спать кто-то мешал, вода сама включалась, свет мерцал. В общем, полный набор полтергейста. Врач надавил на кого-то по профсоюзной линии и сумел себе выбить новую квартиру. А эту квартиру тогда отдали нам. Квартира, надо сказать, ему досталось меньше по площади и в другом, более отдаленном районе. Именно этот факт еще больше убедил наших соседей в нехорошести нашей квартиры. А когда от нашей семьи не последовало никаких жалоб и даже вопросов по поводу того, что с нашей квартирой не так, соседи не выдержали и сами начали задавать вопросы. Так что оказались мы с нашей квартирой в эпицентре домыслов и пересуд, и даже не догадывались об этом. К тому времени, как соседка рассказала нам, что происходило с нашей квартирой до нас, и что вот уже полгода, оказывается, проживание нашей семьи в этой квартире является главной темой разговоров среди жителей нашего подъезда. Мы обжились на новом месте и научились ладить с первым жильцом нашей квартиры. Крупные пакости прекратились, а мелкие нас и не беспокоили. Так мы зажили дружно все вместе. Наш домовой, дедушка и квартирный, бабушка, как выяснилось позже. Отмечу, что жильцов своих мы не боялись, а даже по-своему гордились ими. Прошло время, и вот я уже не подросток, а девица на выдании. Пришло время мне покидать отчий дом. Отыграли свадьбу, и вот я переступаю порог квартиры мужа и его семьи. С первой минуты, как я вошла в квартиру мужа, мною овладело чувство беспокойства. Внутри меня поселился страх. Не ошибаюсь, если предположу, что все вы сейчас подумали, что мой страх был связан с переживаниями по поводу того, как я уживусь на новом месте в чужой семье, как меня примут родные мужа, как сложится моя совместная жизнь с любимым человеком. Я восприняла свое беспокойство именно так, и началась моя новая жизнь на новом месте. С родителями мужа я очень быстро нашла общий язык. Они у него замечательные люди. А вот с мужем-то разногласия возникли буквально сразу. Вот что случается, когда до свадьбы живешь в разных домах. Его привычный жизненный уклад оказался для меня неприятным сюрпризом. Он днями и ночами сидел за компьютером, играл в игры, смотрел фильмы, читал. И в его виртуальном мире не было места для меня. Я из-за этого сильно переживала, но сделать ничего не могла. Если я не устрою скандал, то мы могли вообще неделями не разговаривать. Вот такое вот странное начало совместной жизни. Ну а мне, чтобы не скучать, приходилось все свободное время проводить на кухне, за чаепитиями разговорами с его мамой. Так прошел примерно месяц, если не считать разногласий с мужем по поводу его досуга. Все в моей жизни было прекрасно. Вот только чувство страха не только не проходило, а нарастало. Я начала бояться находиться в квартире одна. Мне было страшно спать в темноте. Стала физически ощущать чье-то постороннее присутствие. Например, лежу я на животе на диване, смотрю телевизор. И вдруг чувствую, как будто у меня в ногах кто-то стоит. Ноги в жар бросило. Обернулось никого. И тут же почувствовала какое-то колыхание воздуха, как будто кто-то прошел мимо меня. Температура моих ступней сразу же нормализовалась. Такое явное ощущение постороннего присутствия для меня было в новинку. И это добавило страху к моему и так уже беспокойному состоянию. С этого дня мой страх приобрел видимые очертания. Возможно, для того, чье присутствие я почувствовала, это тоже оказалось неожиданностью. И он решил проверить, а действительно ли я его чувствую. Но после этого дня в квартире стали происходить странные события. И происходили они только тогда, когда я оставалась одна дома. То, зайдя на кухню, я обнаружу открытое окно. А это происходило зимой. Сама я уж точно его не открывала. То дверца холодильника сама откроется, то свет в ванной выключится, когда я там моюсь. И именно выключится, а не перегорит лампочка, так как нажатие выключателя возвращало освещение в ванной комнаты. А уж физические ощущения. Мои части тела попеременно бросало в жар. Такое ощущение, будто рядом со мной находился мощный источник тепла. Однажды я не выдержала и поделилась своими наблюдениями по поводу постороннего присутствия с сестрой мужа и его мамой. Они восприняли это так, как воспринимает большинство людей, когда им говоришь о существовании другого мира. Внимательно выслушали меня и посоветовали меньше читать фэнтези. В выражении глаз явно читалось, а девчонка-то с приветом. На следующий день после того, как я высказала все свои наблюдения слух, то есть впервые явно подтвердила, что его присутствие не осталось для меня незамеченным, этот кто-то решил очистить мою репутацию. Правда, в результате все оказалось только хуже. Началось все с того, что папа, подя с утра бриться в ванну, не нашел свой бритвенный станок. Он исчез. Еще вчера вечером он лежал на своем месте, рядом с зубной щеткой. А сейчас щетка лежит там же, где папа ее и оставил. А станка нет. Опрос всех домочадцев ничего не дал. Никто станок не брал. Так на работу и пошел небритым. Сестра мужа по приходу с техникума не смогла найти свой личный дневник. И найдя его на своем законном месте, она тут же бросилась ко мне с воплями. «Верни, как ты посмела». Ни на секунду она не усомнилась, что это именно я покусилась на самое сокровенное для нее. Мама, придя с работы, не смогла найти телепрограмму на неделю. Вчера перед сном смотрела телевизор, изучая программу. Что еще можно посмотреть? А придя с работы, она ее не обнаружила. Так как на тот момент дома была только я, она и спросила у меня, брала ли я ее. Я в этот день даже в ее комнату не заходила, о чем я ей сказала. И самым страшным для меня оказался приход с работы моего мужа. У него со стола исчез компьютерный диск с игрой. При этом его-то я хорошо помнила. Когда муж уходил на работу, этот диск лежал на краю стола справа. В течение дня к компьютерному столу я не подходила. Поэтому, когда муж наехал на меня, чтобы я вернула ему диск, я очень удивилась. Конечно, он не поверил в то, что я не брала его диск. Тут надо пояснить, откуда у него была стопроцентная уверенность, что исчезновение его диска – дело моих рук. Я уже рассказывала, что недовольна тем, как он проводит свой досуг. И как раз перед этими событиями очередная попытка оторвать его от компьютера потерпела решительная фиаско. В сердцах я сказала ему, что спрячу шнур питания компьютера и буду выдавать ему дозировано. Конечно, это была всего лишь отчаянная попытка привлечь к себе внимание. Но исчезнувший диск хорошо вписался в данный сценарий. Таким образом, за один день у каждого члена семьи, кроме меня, исчезла по одной нужной ему вещи. Так как до моего прихода в их семью такого не было, то все единогласно решили, что это я взяла их вещи. Моя жалкая попытка переложить все на их полтергейста только укрепила их мнение о моей чудаковатости. Папа купил себе новый бритвенный станок. Мама дожила неделю без программы. Сестра с мужем почти каждый день наезжали на меня, требуя вернуть их имущество. В тот момент мне было очень тяжело и больно. Мало того, что мне очень страшно находиться в этой квартире, так еще и близкие мне люди не верят мне, считая чокнутой. Не ушла я тогда от мужа только потому, что я действительно не была сумасшедшей. И я видела всю эту ситуацию со стороны. И точно знаю, что не живя с детства с верой в потустороннее, восприняла всю эту ситуацию так же, как они. Поэтому, как бы мне не было обидно, они сделали самые логичные выводы. Прошел месяц. За это время ни у кого ничего не пропадало. Все уже смирились с утратой своих вещей. Обиды друг на друга прошли, и домашний быт вернулся в привычное русло. Муж все свое время игрался в компьютер. Я смотрела телевизор и распивала чаи за приятной беседой с мамой и сестрой мужа. Я также начала привыкать к постоянному страху, поселившемуся у меня глубоко внутри. Вот так вот. Оказывается, к страху тоже можно привыкнуть и перестать обращать на это внимание. Но, несмотря на это, я не была готова к событиям той ночи. Проснулась я от того, что в очередной раз почувствовала, как мои ноги бросило в жар. Ничего особенного не ожидая, я скорее по привычке бросила взгляд в сторону ног. Но в этот раз все оказалось по-другому. Возле моих ног парило оно. Меня охватил ужас. Рядом со мной мирно спал муж. В окно подал лунный свет. Все было так умиротворенно, но только не для меня. От страха я не могла пошевелиться. Более того, я не могла дышать. Как рыба, я открывала свой рот, селись протолкнуть хоть капельку воздуха в свои легкие. При этом неотрывно наблюдая, как это плыло надо мной, с каждой секундой приближаясь к моей голове. И вдруг оно заговорило. Нет, заговорило не так, как обычно говорят люди. Тут надо сказать, как же все-таки оно выглядело. И знаете, его внешность была очень привычна для нас. Именно так чаще всего изображают привидений. Это было небольшое белое облако с голубым свечением. Немного больше воздушного шара, но точно такой формы. И в этом облаке явно выделялись его глаза. Два круглых серых отверстия. Все. Ни рук, ни ног, ни тела, ни рта. Ничего. Поэтому, когда оно заговорило, в его внешности совершенно ничего не изменилось. Однако я ясно услышала голос у себя в голове. Не бойся нас. Вот так вот. Именно нас. То есть, кроме него в этой квартире были и другие. И, услышав его слова, не столько смысл, сколько простой звук. Мой паралич тут же прошел. И я, наконец-то, смогла вдохнуть полной грудью. Но, несмотря на его уверение, что мне не надо его бояться, я по-прежнему была в ужасе. Мое сердце колотилось с бешеной скоростью. И казалось, что оно просто разорвется, не выдержит такой нагрузки. Это заметило, что после его слов мне не стало намного легче. И продолжила. Если тебе сейчас сильно страшно, на, включи телевизор. Может, при свете тебе не будет так страшно. И в этот момент небольшая часть облака начала удлиняться. И, дотянувшись до тумбы с телевизором, взяла пульт. После чего протянула пульт мне. Я тут же включила телевизор, и комната озарилась тусклым мерцающим светом. Но этого оказалось достаточно, чтобы страх начал отступать. Она продолжила. «Мы должны сказать тебе кое-что очень важное». «Не буду вам пересказывать, что мне поведало оно, так как это касалось моей личной жизни и действительно было очень важной для меня информацией». «Не забудь то, что мы тебе сказали». «Подождите, не могли бы вы вернуть те вещи, которые взяли?» «Завтра они будут на своих местах. А теперь спи». В следующий момент я очнулась, как будто проснулась от кошмарного сна. Была ночь. Муж мирно спал рядом со мной. В окно падал лунный свет. И можно было бы подумать, что все это мне приснилось. Вот только я все еще сжимала в руке пульт от телевизора. А на экране телевизора кадр за кадром продолжала свое вещание. Та же телепередача, что и так сказать в моем сне. «Утром все пропавшие ранние вещи были обнаружены именно там, где их видели в последний раз. Диск лежал на краю стола справа. Дневник в своем тайном убежище. Телепрограмма лежала поверх программы на текущую неделю. Бритвенный станок подвинул своего заместителя и занял законное место рядом с зубной щеткой. Семья же приняла все это за очередное проявление ненормальности с моей стороны, решив, что я дождалась, когда о пропавших вещах забудут, и вернула их на место. Но так как в остальном мы жили дружно, решили на эту мою странность просто не обращать внимания, мол, все мы не без изъяну. Вот только страх внутри меня после этой ночи не прошел. Ну не получалось у меня мирно сосуществовать с этими существами, кем бы они ни были. Уж не знаю почему. Они действительно ничего плохого мне не сделали. Явно не собирались. Даже поделились со мной очень полезной информацией. А мне все равно было страшно. В итоге приняла я решение вернуться в очий дом. Там хоть и тоже полтергейст, но какой-то он свой, родной. С трудом удалось уговорить мужа переехать от его родителей к моим. Но тут как раз его папа помог. Все-таки поднадоели им мои заскоки. И вернулась я в очий дом, к своим столь привычным уже домовым. Муж в мою семью вписался прекрасно. Так что живем мы с тех пор все вместе у моих родителей. Субтитры подогнал «Симон»!